МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Юн, что вы посетили наше скромное жилище. Ну, скромным не назовешь, на самом деле, очень много. Ну, проходите, пожалуйста, смотрите, знакомьтесь. Хозяйка украинско-белорусской диаспоры с года Светлана Миронова показывает нам свой второй дом, который стал с этого года родным более чем для 50 украинцев и белорусов, проживающих в нашем регионе. Здесь каждый уголок пропитан культурой этих двух славянских народов. В одном из них хранится сильнейший славянский оберег Венок. Без этого украшения невозможно представить красавицу-украиночку. Воспетый в песнях и окутан легендами, он имеет многовековую историю. Веночки, они бывают абсолютно разные. Вот это самый настоящий веночек, какой должен быть. Дело в том, что венки, да, самый настоящий. Их очень много разных венков. Я расскажу немножко, коснусь, но вот этот, вот как раз тот самый, который, в общем-то, оберегает. То есть вот здесь 12, должно быть 12 растений, 12 цветов. Вот мак, ромашка обязательно, калина обязательно, обязательно чернобривцы, обязательно мальва. Каждый цветок имеет свое символическое значение. Ромашка дарит людям здоровье, добро, нежность. Калина – красоту. Барвина – символ жизни. В украинском народе считается, что в веночке спрятана такая сила, что и боль снимает, и волосы бережет. Вот здесь как раз то самое чудо, которое можно одеть. Давайте я на вас его одену. И пусть вас бережет Господь, пусть вас ничто не беспокоит в этой жизни. Спасибо. К знахарю души, так называли на Украине венок, надо было относиться бережно. Потерять венок означало накликать на себя беду. Кроме цветов, венок вплетали и разноцветные ленты. Ну, конечно, ленточки обязательно тоже нужны. Они тоже оберет, но оберет для волос. Женщина всегда вплетала косы и обязательно-обязательно прятала свою косу за лентами. И чем длиннее была коса, тем длиннее были ленты. И вообще это был показатель, скажем, достатка. Вот именно красивые, атласные, шикарные ленты. А еще каждый цвет ленты имел свой особый смысл. Например, светло-коричневый – символ земли кормилицы. Желтый – символ солнца. Светло-зеленый – символ красоты и молодости. Если девочка росла сиротой, то в косу она вплетала голубые ленты. И люди во время встречи одаривали такую девочку подарками, хлебом, деньгами, тканями и одеждой. Вообще, отнографы насчитывают более 70 видов украинских венков. Их использовали практически во всех важных случаях жизни. В свадебных и погребальных обрядах, при рождении ребенка, на святках, на день Ивана Купала, троицу. Самым главным венком для девушек был венок любви. Этот веночек плели девушки в возрасте от 13 лет и до замужества. Основу такого венка составляли ромашки – символ юности, доброты и нежности. Венками из цветов любили украшать себя и белорусские девушки. Правда, в их гардеробе были и другие головные украшения – ленты и рушники. У белорусов повязка, но эта повязка, опять же, концертная. У белорусов там определенный головной женский убор. Там тоже поддевается такое, как очелье, но рушниками, длинными рушниками делается обвязка очень красиво. В копилке Светланы Мироновой уже несколько белорусских народных костюмов, которые состоят из искусно вышитой сорочки, юбки, жилета и фартука, украшенного вышивкой. Когда одеваешь, это очень красиво. И обязательно есть воротник в белорусском наряде. Как и у всех восточных славян, сорочки оформляли вышивкой по вороту, рукавам и по долу. Юбки были красные, сине-зеленые в клетку, в продольную или поперечную полоску. Несмотря на ряд отличий в традиционной одежде, и белорусские, и украинские девушки любили носить украшения. Это были популярные подвески из простых металлов, костей, камней, бусы стеклянные, янтарные, коралловые, жемчужные и рубиновые. Любят делать украшения своими руками и в диаспоре с года. Кстати, кроме украшений здесь плетут и шикарные цветы. Вот целые корзины цветов. Здесь в основном розы, розочки. Вот и лилия. Вот это лилия, да. Причем лилия вот эта леопардовая. Но не только рукоделием занимается в диаспоре с года. Здесь устраивают праздники, тематические вечера, показывают спектакли, танцуют и поют. Так сложилось, что в репертуаре у меня получается около 17, да не около, а 17, наверное, каких-то вот таких, на 17 языках, в общем, я исполняю песни. Традиции украинцев и белорусов очень интересны и многообразны. Они прошли сквозь века, не потеряв своей красоты и яркости. Широкая душа этого народа отражается не только в песнях, танцах, национальных костюмах, но и в гостеприимстве. Украинцы и белорусы у нас славятся своим гостеприимством. Мы сегодня тоже приготовили такой богатый стол. Света, расскажите, пожалуйста, что это за блюдо? Это украинская или белорусская кухня? Людмила Степановна расскажет. У нас в основном, наверное, все это и белорусская, и украинская. Это огурцы и помидоры, и украинцы ставят на стол, и белорусы. Грибы тоже и белорусы, и украинцы. Драники. А напитки? Ой, напитки. Вот здесь мы сварили узвар. Узвар. Да, это... Хотите попробовать? Да, хочу. Давайте. Я еще и открыть. Так, не моменты. Узвар. Это название... Это украинское название. Вот дам чуть-чуть попробовать, да, пока для начала. Попробуйте. Значит, это делается на... Класс. Да, на фруктах, которые растут на Украине в садах. С добавлением меда. Белорусские драники, избитень, украинское сало и знаменитый борщ, своеобразный кулинарный бренд. Это блюда, которые особенно любят в России. И не случайно, ведь традиции и культура этих славянских народов очень похожи. Теперь эти традиции бережно хранятся в общем доме, в украинско-белорусской диаспоре с года, что означает согласие. Света, Людмила, большое вам спасибо за такую встречу. Очень много узнала нового для себя. Я вас, в свою очередь, тоже хочу пригласить на наш межнациональный праздник, который состоится в конце декабря. Мы встретимся с разными диаспорами, которые проживают на территории нашего округа. И украсим нашу межнациональную елку. Для этого вам нужно принести свою игрушку, сделанную своими руками. Принесете? Конечно, придем. Принесем. Будем ждать вас не только с игрушкой, но и с песнями, с танцами. Спасибо. Еще раз спасибо. На здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok